МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, друзья, этот сюжет начнём без прелюдии лишних слов, ведь нежданно-негаданно случилось страшное. Как говорится, алды поймут. Здравствуйте. Мы продолжаем раскрывать тайны украинских нацистских преступников и убийц из ВСУ. В смысле без стола буквально взвились на нашей базе НАТО? А в голову сразу полезли неоднозначные мысли. Не, может, конечно, стол в декрет ушёл? Зря ж только коммунист два года старался. Ну что тут скажешь? Совет да любовь. Мы же не звери, и всё понимаем и потерпим. Но вот что-то нам подсказывает, что причин всё-таки в другом. Не иначе, как кобель изменил столу с какой-то легкодоступной тумбочкой. Смотрите, какой я крутой. То есть банальная классическая история, когда вроде бы два года вместе, а потом бац, увидел мужик шкафчик посвежее, и всё, ищи-свещи героя. Это не фигура речи, это факт. Справедливости ради следует отметить, что своё место пребывания товарищ Сталаоп особо и не скрывает. Прячьтесь, укры! Сейчас луганский гимли сын гоблина вас прямо из Крыма подстрелит. Этот патрон для укропа. Мы находимся в самом замечательном месте, называется Крым. Даже не сомневаемся, что фашисты и каратели после такого, конечно, трепещут. И мы ещё раз отметим, что без стола все угрозы, ну так себе, так сказать, на полшишки. Нужен ещё осиновый колк, и он будет, и не один. Благо на славном канале Луганск-24 давно осознали степень проблемы. Там всё-таки серьёзные люди работают. Ну а смотрите, какой великоросс имеется. Как говорят в Малороссии, дистал и допычинок, и урвався терпеть. Солидный эксперт, между прочим, батьку белорусского, он как школьника чехвостит. Арест по наводке СБУ ЦРУ россиян из Донбасса – это важный, но всего лишь фрагмент предвыборной игры Лукашенко. Вообще, связавшись с американцами, Лукашенко повторяет ошибки Януковича, даже не думая о последствиях своих действий. Учись, Беларусь, жизни у Луганской народной. Но главное здесь то, что с таким опытом личная проблема насильника стола ему детской забавой кажутся. Такс коммунист, хорош ломаться. Срячоль ведущего импортозамещённого в программу «Кстати» брали. Когда американские прихвостни теряют любовь своих покровителей, ревности и интриги остаются в прошлом. Ну что, не узнали? Не, ну серьёзно, не узнали? Не, не Жорик Вартанов, хотя что-то общее так и есть. Американцы нападают на этих синих и хвостах. Американцы с этих синих, это, три шкуры издирают. Короче, пацана тупо никто не узнаёт, но он свято уверен, что суперзвезда. Ещё бы, не каждый новорос в «О боже, держите мне семеро в доме 2» снимался. Получилось неправильно, да, не в плане, то есть я не пришёл сюда драться, не пришёл поднимать руку на Рустама. Учился человек отношения выстраивать. Железно коммунисту со столом поможет. Любимая моя, снова с тобой твой возлюбленный, твой мужчина Артур Геннадьевич Пересыпкин. Ну а если серьёзно, нельзя не поглумиться над смешным. Лузер этот, когда-то сидел на ТНТ перед всей страной альфа-самца, из себя строил. Бабу мог красивую найти. А в итоге я вернулся в процветающую Луган, да и в компании нафталиновых болванчиков ездят по ушам десятку зрителей байками про Украину и Америку. Вашингтонские стратеги таким образом создали плацдарм вблизи границ России. Причём доходят до полной клиники, и сейчас будет наш привет Хабаровску. Что не так с этими протестами? Прямо в момент ареста губернатора по социальным сетям мгновенно распространился призыв выйти на митинги. Дорогие хабаровчане, вы, надеюсь, понимаете, что вот эту новоросскую дичь, которая вещает, что за фургала никто не вышел? Кстати, в реальности за фургала никто не вышел. А ваши протесты устроили украинские гастролёры? Украинских майданных гастролёров, которые уже замечены в Хабаровске. Содержат за деньги, в том числе и от ваших налогов. В Дыре и Луганде до сих пор процентов на 70 российский подсос. То есть вы их кормите? А они ваше желание добиться справедливости с овном мешают. Согласитесь, получать 15-20 тысяч рублей и при этом жить в регионе с самыми высокими ценами на продовольствие – сомнительный повод для защиты миллиардера от справедливого преследования по уголовному делу. Ну а в целом нельзя не отметить космический уровень пропагандистов в республиках. У хохлов против Дедова Пижмака и его банды вообще ноль шансов. Разрывают, внимание, скакуасов, как тузик грелку. Основные приметы современной Украины. Нет настоящего вождя, дикари грызут друг друга. Им бы все майданы взять и отменить вряд ли поможет. Мы бы добавили к песне, что скакуасы стали настоящими каннибалами. Да что там скакуасов? Лучшие специалисты по Америке именно в Луганской очень народной живут. Посмотрите, вот без всяких склеек, как начинаются ток-шоу на оккупированных территориях. В эфире программа «Открытая студия». Мы обсуждаем все то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Мы обсуждаем все то, что происходит в Америке. И скажите после этого, что они не наркоманы. Ну ладно же, манные ведущие, подписанные на группы по ногтям и укладкам. Явно мечтают в США на парадки единомышленникам попасть. Но остальным-то в условно-молчевские краснодонья. Какое нафиг дело до США? Мы продолжим обсуждая все, что происходит в Америке, потому что это довольно смешно. И на этом моменте мы уже реально плакали. Смеется, понимаете, гордая Луганда над жизнью в Америке. Да и как не смеяться, когда все эти Флориды и Вашингтоны на десятилетия отстали от Равеньков и Кировска. Говорит и показывает Кировска. Причем это же не какие-то там пустые слова. Запросто можем фактами обосновать. Вот взять тот же коронавирус. Индосы до сих пор болтыхаются и без вакцины сидят. А в Святой Луганде, между прочим, одними кизяками корону победили. Что касается казаков и коронавирусов, мы все нормально. Корону оставили, коронавирус ликнули. Правда, с тем учетом, что основным оружием благородных кизяков типа бабая. А зло у нас сейчас массу. Давно стал боевой перегар. Не удивимся, если вот об этой короне речь шла. Ну а шо, хлопнул пару ящиков, и вот уже Америка кажется маленькой и смешной. А ежели пивасик еще и водочкой чуть-чуть полирнуть, в условном красном луче Олимпийские игры начинаются. Фестиваль, он признан для того, чтобы объединить людей. То есть это как Олимпийские игры. С другой стороны, любовь к ролевым играм всегда была новороссской традицией. Смотрите, вот какой костюм на день ВДВ напялил смешной министр Корнет. Крылатая гвардия мужественно показала себя на полях сражений. Великая Отечественная война. Ну все, хавайся, раздевайся. Рыз плескала синего прямо на штаны. Ну а если серьезно, просто вдумайтесь в эту жесть. Тело при совке служило артиллеристам. При Украине работала барабанная дробь инспектором ДПС. После распада СССР Корнет служил оперуполномоченным в дорожно-патрульной службе. Зато теперь, опача, и десантник тельняшку вон нацепил. Реально служившие терпилы стоят и сопли жуют. Страшно уточнить, десантировался ли хоть куда-то Корнет, кроме чужого дома, в котором он обитает. Мой дом самовольно занял министра МВД Корнет. Не знаем, как вы, а мы всегда огорчаемся, что ряженые типа Корнета не до конца входят в образ. Ну ты стельняшку он напялил, но взял бы тогда и кирпич себе об кабину разбил. Глядишь, хоть какая-то польза от маскарада была. А вот кому точно не поможет даже кирпич, так это нашему старому знакомому Этьке Басурину. Ну для меня это определенное чудо. Сушеные мухоморы продолжают делать с мозгом Эдуарда то, после чего порядочные люди должны жениться. Только за последнюю неделю зафиксировано 14 преступлений, из которых 3 случая изнасилования, 5 ограблений с применением огнестрельного оружия и 6 случаев разбойных нападений. Короче, катаны. Чем дальше в лес, тем хуже дела с Басей. Пацан тупо не обучаемый еще со времен вот этих украдиверсанток в 15-м году. С территории Украины прибыла группа в составе 3 женщин. Основная их задача проведение терактов на территории республики. Мы пинаем пацана и в хвост, и в гриву. Мол, Эдуард, блин, ну потрудитесь под свои галлюциногенные фантазии фотосессии делать. Но нет, ребятки по-прежнему выводят на экран фоточки с гугл-картинок. В последнее время разбойные нападения боевиков на беззащитных граждан стали устоявшейся нормой поведения оккупантов на подконтрольной территории Донбасса. Слыхали, братцы, как хунта зверствует? У мужиков лавашку забирают, а женщин насилуют. Вот только, как обычно, нет ни одного конкретного имени или фамилии потерпевших. Зато имеются фотофакты. Ага, ну не зря же их на экран выводят. Ну а теперь разбираем. Вот эта фотография – баян шестилетней давности. Сделана сразу после освобождения Славянска, когда два боевика пришли получить из рук проклятых фашистов халявные сосиски. Привезли, значит, украинские военные гуманитарную помощь в Славянск. Встали и давай раздавать сосиски. Ну и тут два кадра набрали сосисок, а местные давай кричать. Это же террористы, лови их. Украинские военные быстро задержали этих двух. Второй снимок сделан месяцем позже. Арест боевика при зачистке Чернухина. Это же за две секунды проверяется. Вооруженные украинские силы задержали пророссийского боевика в селе Чернухино Луганской области 18 августа 2014 года. Но необучаемые в Министерстве галлюцинации считают, что все вокруг такие же тупые, как они. Хотя, с другой стороны, тактика ясна. Ведь чем больше фейков по телевизору, тем меньше остается времени на реально важные новости. В нашей республике сегодня проходит важнейший процесс. Процесс оптимизации системы высшего профессионального образования. Специальности, которые дублировались в вузах ранее, убираются. Только в прошлой программе мы рассказывали о Новороссской страшилке, как МВФ прикроет украинские вузы. А пока все 10 зрителей в ужасе от жизни у хохлов, угадайте, что делают пушилые пасечник? Так, Институт культуры и искусств университета Минишевченко переходит в состав Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Да вы что, добыть не может? Неужели закрыли прорву вузов? Или может, это вам МВФ закрыло? МВФ выдвинул Украине очередное условие – закрыть вузы. Причем, обратите внимание, в темниках, видимо, запрещено использовать слово «закрывают». Поэтому в Новороссских новостях закрытие вузов преподносят как победу и оптимизацию. Количество бюджетных мест в университетах сократят, а сэкономленные от этого деньги пойдут на поддержание и восстановление материально-технической базы вузов. Так вот, зайцы, называть вы это можете как угодно. А есть факты – вузы закрываются, а число бюджетных мест загоняют в ноль. На том же филфаке «Дон Ну», где все эти годы готовили вот таких девчуль с автоматами, по словам самих новороссов, бюджетных мест на журналистику больше нет. Донецкий национальный университет отказался от бюджетных мест по идеологически важным специальностям – политология и журналистика. А знаете почему так? Мы расскажем. Из-за денег. Желающих идти на контракт на русскую филологию в типа русском Донецке тупо нет. Поэтому весь факультет решили содержать за счет журналистики. Хотя есть же и вот такая прелесть. Мы планируем открытие новой специальности – это актерское искусство. Главная база будущих артистов – кафедра культурологии филологического факультета «Дон Ну». Где филфак, а где актеры, спросите вы. А отвечать даже не обязательно. Факультет, где когда-то учился стуз, превратили в забытую богом шарагу. Давайте уже специальность плавания на филфаке открывайте, тем более до бассейна недалеко. Ну и на погоны, ребяткам, мы поставим слова оставшегося без рук и ног у полчленца, который сказал очень точную фразу о всем вашем творчестве. Не, по телевизору, кстати, правду говорят. Вот только их не надо, но не наши. А пропагандисты еще удивляются, почему при миллионных бюджетах у смешных по сто просмотров на Ютьюбе. То есть в их бред не верят уже даже самые идейные и свои.